Рада приветствовать всех, кто начинает свое утро вместе с Утренним Экспрессом. И прежде чем представить нашего следующего гостя, хотим рассказать ситуацию, которая произошла с жителями нашего города. В консультационный пункт для потребителей обратились граждане с жалобами на Академию Красоты, с которой они заключили договоры на посещение курсов, платили их при этом, но обучение все время переносилось, услуга постоянно откладывалась. Что делать обманутым ученикам, будем разбираться вместе с нашей гостьей. Приветствуем директора Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Енину Голубеву. Доброе утро. Доброе. Енина Владимировна, рассказывайте, как развивалась ситуация и обращались ли граждане за помощью по этому вопросу. Да, обращались. Я не могу сказать, что их там сотни, да, но около 10 человек к нам обратились за помощью. Причем ситуации разные. Есть ситуации примерно такие, как сейчас вы описали, да, когда вот не устраивает человек качество услуги, либо сроки оказания услуги. А есть ситуации, когда потребители говорят, я передумал, я не хочу. Я посетил два занятия, мне не очень понравилось. И поэтому я хочу вернуть часть денег. Но, насколько нам известно, договоры не были расторгнуты, и деньги все-таки не вернулись. Не получилось решить это в досудебном плане? Не у всех. У некоторых получилось. У нас есть положительные истории, когда люди получили деньги назад. Причем нам пришлось предъявлять аж две претензии, потому что позиция той стороны нам не очень понравилась. Она исходит из собственных интересов. Например, когда потребитель говорит, я больше не хочу с вами иметь отношения, ну, просто не хочу. Я не ссылаюсь на ненадлежащее качество, недостаток, на сроки. Я просто передумал, мне не нравится. И почему-то данный исполнитель решил, что он имеет право взыскать штраф за отказ от исполнения договора, что абсолютно незаконно. И мы ссылались на соответствующие нормы закона о защите прав потребителей, чтобы доказать, что это условие является ничтожным, недопустимо. Ну и, собственно говоря, люди деньги получили. Мы знаем, что на сегодня Роспотребнадзор готовит коллективный иск. Но у нас на сегодня позиция такая, что люди, которые приходят к нам, мы либо в претензионном порядке помогаем решить эти споры, либо уже будем готовить иски в суд, но пока индивидуальные. Там посмотрим, как будет развиваться история. Да, ну разумеется, многие наши телезрители сейчас встанут на сторону клиентов и скажут, ну да, это абсолютно правильно. Но с точки зрения человека, который в том числе тоже оказывает услуги, я могу понять и исполнителя, то есть когда ты планируешь какое-то мероприятие, еще что-то, то ты рассчитываешь в бюджет. Какие причины законные, какие незаконные для расторжения договора, чтобы и те, кто занимается оказанием услуг, тоже имели это в виду? Смотрите, мы исходим не из интереса сторон, мы исходим из закона в первую очередь. Что говорит закон? Право на отказ от исполнения договора у потребителя есть, ну, по сути, в трех случаях. Первый случай – это если нарушен срок исполнения договора. Сшей мне платье до завтра, послезавтра с платье не готово, верни мне деньги. Ну и убытки плюс. Вторая история – это когда у нас возникают недостатки. Либо существенные, либо нарушен срок устранения недостатка. То есть я тебя просил переделать, устранить, доделать, изменить, ты этого не сделал, поэтому верни мне деньги. И третья история – это как раз когда нет вины сторон. Вот то самое несправедливое, о чем вы сейчас сказали, да? Когда в договоре люди, но сторона потребителя, да, то есть это человек, который заказывает не для предпринимательских целей, вдруг решила, я не хочу. Ну, условно говоря, я покупаю тур на август, но передумал. Ну, потому что передумал, или потому что мне не дают отпуск, или потому что у меня изменились жизненные обстоятельства. А неважно, просто, да, я просто уже не хочу. И это действует в отношении практически любых услуг и любых работ. Но здесь есть вот это «но», которое отчасти защищает права той и другой стороны. То есть потребитель имеет право на отказ, это статья 32 закона о защите права потребителей, но при условии оплаты фактически понесенных расходов исполнителям, ну, на исполнение договора. То есть та сторона может сказать, да, окей, я не буду тебе продолжать шить платье, или я не буду продолжать готовиться провести мероприятие, но я специально для тебя, условно говоря, заказал какую-то там супер-гипер-там, красивую арку, и я ее делал исключительно для тебя, и у меня есть доказательства, да. Ну, либо я купила специально для тебя ткань, нитки и так далее, я, да, там, условно говоря, потратила деньги на аренду, опять же, специально для тебя. Это называется фактически понесенные расходы. Мы не говорим об убытках, мы не говорим о неполученной прибыли, мы говорим о фактических расходах. И здесь есть, опять же, проблема у той стороны, когда не могут представить доказательства, потому что договоры в письменной форме не оформляем, квитанции нет, чеков нет, все непонятно как. Ну, это уже вопрос к организации бизнеса той стороны. Право есть, и мы не можем его отрицать. Понесенное время это может быть фактическим? А если вы можете его оценить в рублях и доказать, то, собственно говоря, да. Мы сейчас не говорим о прайс-листах, мы не говорим о калькуляциях, мы не говорим о какой-то определенной цене, условно говоря. «Моя услуга стоит 100 рублей в день». Мы говорим о фактических расходах. Да, что ты сделал за эти 100 рублей в день? Ну, то есть вот такая очень непростая схема. Но эта схема, она работает для потребителя. И поэтому вот как раз в таких условиях, когда потребитель говорит «Все, ребят, я не хочу», мы действуем очень просто. Мы говорим «Давайте, мы будем договариваться с той стороной». Давайте все-таки мы попытаемся определить ту стоимость, которая устроит и вас, и ту сторону, тоже не очень обидит. Но чаще всего нам это удается сделать. Да, всегда лучше решать досудебно. Да, если вдруг ты уже оказался в такой ситуации, давайте проговорим алгоритм действий, куда бежать, что делать. Ну, самый простой вариант – это прийти к нам. Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей. Мы абсолютно бесплатно, очень ответственно, честно людям помогаем. Второй вариант – написать нам на почту электронную. Мы точно так же быстро, ответственно, честно, бесплатно поможем составить заявление. Естественно, сначала рассмотрим историю, скажем, правы и неправы, дальше уже будем действовать. Если потребитель хочет самостоятельно отстаивать свои права, что тоже абсолютно нормально, то мы говорим о том, что нужно сначала попытаться поговорить, но попытаться поговорить не раз, два, три, пять, десять, и не переписываться в чатах, а один раз сходили на переговоры, и не получилось, а потом уже решать это все в письменной форме, то есть заявление, претензия, документ можно никак не называть, но где написать, я хочу, у меня случилось это, прошу вернуть столько-то, и отдать это под роспись, ну, либо отправить почтовой службой с системой отслеживания. Да, но все-таки хочется отметить, что в таких ситуациях очень важно правильно оформить документы, и лучше всего обращаться к специалистам. Спасибо большое, сегодня у нас в гостях была директора Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева.